Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и грешно. Номер 425. События дня. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. А сначала не было так. 9 февраля 2017 года. Мне снова скинули материал, мы его уже ставили. Но я подумал, поставлю второй раз, потому что требует разъяснения. Оказывается, у нашего бывшего епископа, там тоже вконтакте он говорит и все проще. Он 13 лет у нас был епископом. И он говорит. Епископ Евтихий Курочкин прокомментировал ответ епископа Сергия Иванникова по запросу Русской народной линии. И он говорит свое мнение. Я поясню, почему он так говорит. В прошлый раз я просто дал знать. Кавычки открыто. Игнатий трудный человек. В логике это называется наивным реализмом. В быту это называется женской логикой. Видите, в быту называется, в логике, я ничего этого не знаю. Он знает. А почему он так сказал? Трудный, конечно, трудный. Еще бы. Он сам это осознал. Я говорю, ну сколько у него было-то, не один приход. Он приезжает, знает, как отвечать. Я у вас приезжаю, говорит, как в подвешенном состоянии. Такие вопросы задают. Академии не хватает. Ну, мы засчитывали. Какие люди задают вообще, священники, где ведут занятия. И у меня. У них кухонный уровень. У нас абсолютно все знали люди. Ну, подготовка к окрещению 500 часов. 500 часов академических. Нигде это есть. Нигде. Во всем мире. У нас что не есть, все единственное. Ну, а было за всю мировую историю, не было. Нигде мы про это не считаем. Чтобы так регулярно, одни и те же люди приходили, собирались и 500 часов. Было 450 сначала, не стало хватать. Сделали 500. И вот трудный человек. Трудный. А почему? Ну, потому, потому что с чем-то был с ним не согласен. Вот у меня есть книга, называется «Кристинного православия». Она на нашем сайте. И он за три материала меня стал буквально преследовать. Первый материал был такой о слове, что на русском языке должно быть все понятно. Там так и называется. Я трудный. Он убеждает, а не может убить. А народ не понимает. Ну, дайте на родном языке. Павел говорит, лучше пять слов на знакомом языке, чем десять тысяч. Тьму. Тьма это десять тысяч. На незнакомом. Я делаю доводы. Но он в ответ ничего не говорит. Нет, это принято так, божественный язык. К примеру говорю. Второе. Второе. Это благовестие. Я призываю всех на благовестие. Тоже. Он за этот материал и меня начал. Чтобы я принес покаяние. А то разве можно так? Миряне пойдут проповедовать. Да кто это? Где, когда? И третий материал. Любите врагов. Что не воюйте. Не берите оружие в руки. Да как так? Да у нас Сергий Радонежский. Дальше уже пошло и пошло. Я говорю, нет. Вы святых основных посмотрите. Вот мы читаем Андрей Стратилат. Там 2590 человек. Руки не подняли. Им голову отрубили. И Рон. Ему правильно. Дух Святой сказал. Там ангел. Правильно делаешь. Он сбросил себя и не пошел. Ну его казнили. Батюшку запрещу в служении. А Игнатия отлучу. У меня письма сохранились. Но Господь ему не позволил это сделать. А я стал готовиться. А, да пошел он. Что он знает. Да я буду его слушать. Я так не рассудил. Я сказал. Он епископ и я покоряюсь. Он меня отлучает. Будет стоять в коридоре. Но в университетах, где я преподаю. Веду радиопрограммы по радио. В милиции, в воинских частях, на фабриках, заводах. Тут он не может еще сделать. Он не может запретить. А я уже приготовился. А сколько будешь стоять. Сколько Богу угодно. Вот какое дело. Да, я трудный. Почему? Я говорю по слову Божию. А он в ответ не доказательств нет. И далее. И в логике это называется наивным реализмом. Женская. Какое реализм? А смысл вот в чем заключается. Пояснее. То есть он понял, что это люди не поймут. Что это реализм, логика. Слова, которых в Библии нету даже. А что означает? Смысл в том, что эти несчастные считают всех их слушающих на одной линии мышления и понимания. А понимание различия восприятия на втором месте. Вот он сказал ко мне, что эти несчастные люди, которые вот говорят и так. А я тебя буду считать. Но я-то говорю по Писанию. А Крещение привожу ни одно, ни два. Сто тридцать шесть мест. Из Библии. Из святых отцов. Каноны церкви. Житей святых. А вы ничего не говорите. Дедаха. Да какой дедаха-то? Такой книги даже никто не знает. Это апокрифы. И то там говорит, если нет воды, проточной, стоящей. Если нет стоящей, сосудей. Если нет холодной, можно в теплой. Если нет теплой, не спишь, да? Просто плывешь. Если нету, то возлейте воду трижды. Да возлейте, нету. Ладошка мокрая-то. Если есть, это вы все отбросили. Даже в этой дедахе говорится. Или в учении 12 апостолов. Здесь-то об этом говорит он. Вот мы, он со мной в вещах пас ходил. Еще раз скажу, я ему благодарен, что я его знал. Что он у нас был. Что он нас терпел. Мы не вписываемся в общие рамки-то. Ему какое надо было терпение-то, с нами возиться-то. Но я благодарен Богу. И вот мы гоним лага. Ну лага, знаете, как балки такие. Я говорю, вот вы знаете происхождение это? А какое? Я говорю, потоп. Ноев был, это осталось. Как вы влюблены в свои вот эти постулаты? Там вы скажете что-то. Я говорю, я вам докажу это. Вот смотрите, лог только начинается. Вот тут дорога, нормально, поле. И лог начинается. А вот это главный лог. Ну показана его ширина, допустим, 50 метров. 50 метров. Пологие. Края нигде обрублено. Пологие, пологие. И дальше идут, бесконечно скрываются. А тут отрожки маленькие. И мы насчитали где-то 7 или 12 отрожков. Там поля. И прямо от полей начинается. И расширяется до такой же ширины. И прямо до днища доходит. И глубина метров 10. Куда земля делась эта? Все говорят, до единого. Это вода промыла. А воды-то нет, гор нет. Воды вообще нет. Откуда эта вода? То есть там видите, какой большой так кверху взъем. И оттуда вода текла. И здесь она промывала. И она промывала до уровня главного лога. А главный лог куда идет? Идет Кемеровская область. Там деревья. Там завалит землей этот. Будет каменный уголь. Они должны с нами делиться им. Ни на чтобы земля у них угля не было. Я ему написал это. Я говорю, а какое другое? Ответа никакого нет. Проходит еще год-два. Еще десять. И наконец я считаю. Происхождение логов. Ноев потоп. Другого объяснения вообще никакого нет. Вот оледенение земли было или не было? Кажется, 13 теорий существует. 13. Здесь ни одной. Ну потому что все тут доказывают. Это на глазах наших. Вот мы идем мимо бати. Здесь, где у нас пруд. А дальше-то. Низинка маленькая. А еще дальше туда маленький у нас там колок. И ровное поле. А дальше-то наш пруд. А дальше-то пруда-то. Ты видишь, какой лог идет. Откуда она вода-то взялась-то? И промыла-то. Речь идет о миллиардах тонн. Не о миллионах. Куда земля делась-то? Это бульдзера копали? Нет. Так не выкопать ровно. А вода шла и промывала. Ванна. Ну положи там сколько, накидая земли сантиметров 10. И дырку маленькую открой там внизу. И ты увидишь, как отовсюду начнутся промыва. Ушло. Все засохло. Лога готовая. Женская логика. У меня не женская логика. Она железная логика. Я говорю, другого нет. Но мне это никто не говорил. Я просто ходил, размышлял об этих логах. Вижу ровное поле. И вдруг начинается как... И расширяется уже через 30-50 шагов. Ее не узнаешь. Огромный лог идет и ровно. Срезанная борта, заросшая травой. Когда я копал там колодец, чтобы для людей было на трассе. Совсем на берегу, далеко. Там обыкновенная трава растет. Я начал копать. Ну сантиметров 40 прокопал. А дальше начинается камыш. Обуглившийся камыш. Откуда это значит, что это было все в воде? Тут уже говорить не надо. Вот он об этом и говорит. Дальше. На первом месте я имею вот это в виду. И вы это, несомненно, понимаете. Да и не имеете права по-другому понимать. Почему? Потому что довод один. Он правильно говорит. И это абсолютно верно. Ему было, конечно, это неудобно. Я его понимаю. И людей, которым это говоришь. Я говорю, крещение только полное погружение. А он тут переписывался. Нафанаил был и романах. Он начал говорит. Нафанаил пишет. Ну где Игнатьева учение? Вы хоть один раз покажите. Игнатьева учение. Ну один раз покажите. В каком месте? Так и не показал ни разу. Зачем он покажет-то? 50-е апостольское правило. Он крест и так его извергнуть надо было давно. Кто бы он ни был. Я не конкретно говорю. Ему я благодарен. И каждый день ты слышишь, как по именам Евтихия молимся. За ним. Потому что он может это услышать. Благословит его Господь. Но! Да, это ошибочная установка. Вот он говорит. Да, ошибочная установка. Но доказательств никаких. И вообще. Да, ошибочная. Я приготовился слушать. Ну говорите. Происхождение логов. К примеру. Какое? Нет. Советская власть почему пришла? Потому что не учили народ. Да нет, это Ленин оболчал. Да никто бы ни одной брошюрки не взял. Его любая кухарка по лысе не огрела бы поленом. И все. Нет ничего. Они не согласны. Они согласны. Доказательств нет. Тут они сегодня об этом будут говорить. Но! Но не ересь и не побуждение к расколу. Вот и все. Все нападки на меня, которые все смел, как этот. А! А про серьезное содержание у владыки Сергия все очень правильно. И я не знаю в современном мире лучшего популярилизатора Библии по православному. А еще достоинство... Да? А еще достоинство Игнашки. Он нас, архиереев, тычет носом в наше собственное... Говно! Да. В деле этой спасения души, которая это самое ценное. Вот так. В конце концов написал. В наше собственное, не в мое, в ваше. Я говорю, вы отвечать перед Богом будете. Что народ ничего не знает. Проповедуйте день и ночь. А то в храмах вы голосуете за такого президента. Да кто такие проповеди когда говорил? Ты знаешь, что будет? К нам ходила одна учительница на занятия в университете. И узнала, что я не голосую за Ельцина. Как вы можете не голосовать? Да это такой период времени, я не голосую. Потом вижу, она как-то идет. Лет пять прошло. Помните, вы говорили, что не голосовать за Ельцина. Я готова себе голову, говорит, расколотить. Я за него голосовал. А что он делает пинчушка-то? Страну разваливает. И вот и все. Вот подождите, еще, мой, говорится, еще не вечер. Ваша собственная, да и главное как, Игнашки. Есть промокашки. Он не может мне этого говорить, потому что он моложе меня. Не может. Ну а что, меня так звали родители. Он это знает, я ему говорил. Никакой обиды здесь нет. Но для него, я остаюсь, никак он не может этого сказать. И он-то кто? Я скажу, Иван Тимофеевич. Евтихий. Родители-то верующие назвали. У нас был здесь Масендич, как Антоний. А по мирскому, Иван Иванович, два Вани. Но только Антоний и Евтихий. Вот теперь разбирайся. А нам давали имена по календарю. У меня старший брат Самуил, Игнатий, Яким. У меня дядя какие? Степан, Амос, Наум. По матери. Макари, Пиларет, Эммануил. До него в школе ни одного имени нет. У меня вся природа были верующие. И поэтому тут твердо, старобрядцы были. Дал мне Бог. Я все время в поиске. Лучшего. Как это сделать? Мне понравилось, как в Америке. Хорошие дороги улучшаются. Добрые дороги первым сортом делают. Второй, третий поднимают. И, наконец, экстра дорога должна быть. Непрерывное улучшение должно быть. Я не так, я уперся, стою на одном. Это вообще не какой-то, да. Деревяшка в башке. И дальше. Геннадий Макаренко. Вот что они получили. У нас есть люди, которые уехали за границей. Оттуда пишут теперь. Если осталось доброе воспоминание о России, а уехали взрослые уже, это только пребывание в лагере. Лагерь наш затмил буквально все, что в их жизни было. Могу назвать по фамилии. Кто это такие? Владимир Панкратов. Раз организация детского православного лагеря нарушает каноны православной церкви, что нужно ставить вопрос перед правящим митрополитом. Понятно. Это написала русская народная линия обо мне. У меня 6,5 тысяч роликов. Вся жизнь на виду. 41 книга. 43 даже. Ну, можем поэтому узнать. Да нет, я спрошу, скажут. Ну, он бы сказал, допустим, прежде, сказал бы, плохо. Все плохой. Ну, сами-то маленько-то смотрите. Многие блага и лета Игнатию Тихоновичу за его истинную любовь к Богу и его миссионерскую деятельность. Сергей Пинчук. И вот еще что любопытно. Если между общиной Лапкина и РПЦ МП знак равенства, то почему духовно окормляющиеся в РПЦ МП не испытывают желания окормляться духовно миссионерой Игнатия? А у нас слова нет. Я считаю, это поганое, гнусное слово. А кормляться означает отравлять, перекармливать. У нас этого нет. Но они, верующие, придут к вам и причастить, и нет, конечно. Зачем у тебя духовный отец? Это канона запрещают-то. А который это говорит, он даже этого не знает. И наоборот. И в равной степени наоборот. Жители потерявки не стремятся стать прихожанами барнаульских храмов. Мы им сказали, вот сидим мы в епархии. В епархии. Три благощинных. Наш батюшка, отец Аким, за стенкой архиерей, это по его благословению, Максима Дмитриев. Теперь там в Ельце он где-то. И мне дали слово. Первая встреча была, я молчал, ни одного слова не сказал. Второй батюшка говорит, дайте ему слово. У меня опыта нету, отец Аким говорит, в этом благовестии. Я стал говорить. Я говорю, вот вы хотели бы быть такими, как наша община? Конечно. Я говорю, а мы, как вы, не хотим. Мы вас боимся, как чумы болотной. Чтобы ей были похожи. Вы все разрушите. Голову наклонили и все. И когда я говорил, один час, кажется, 10 минут. Описываю обстановку. Я окончил, секретарь Беляев, отец Сергий, секретарь епархиальный, говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича могу подписаться. А теперь перетолковывайте. А тут сидят благощины. Там Карелин, кажется, один, Войтович, отец Александр, там еще. Видно, это все выставлено в интернете. Где? Ну, в общем зале, конференц-зале патриархии, метрополии теперь называется. Алтайско-Барнаульское. Да. Ах, ну да, как обычный мирянин. Вот оно ключевое понятие. Осторожность митрополита, конечно, объяснима. Не потлакнуть к уходу в раскол тех, кто под сути его одной ногой же там. Он же там одной ногой. И сколько мы на одной ноге будем стоять? И он сам решает, за метрополита. Какой метрополит, что он думает, и какой же это человек-то? Ты беседовал с метрополитом? Нет. А на меня скажут, а вы стали перетолковывать? Да, конечно, нет. Что перетолковывать-то? Он рядом в архиере, я вас спрошу, и вы это имели в виду? Да нет, конечно. Я могу его спросить, я по телефону ему звоню. Дальше. Одно неосторожное движение, и пропали люди. Все. Одно неосторожное движение, он думает, как бы не трогать. Ну, что догородит, а почитайте, когда мы выступаем, там за столом сидят, я говорю, на улице, говорю, священникам-то. И как он прощается, обнимает, целует и благословляет-то. Но он судит вот со своей кочки. Нет точки зрения, а кочка зрения. Какой у него горизонт-то? Помоги ему Господь в его нелегком служении. Владыка все понимает. Что все понимает? Как он? Николай Снегов. Даже Курай восхищен был подборкой материалов о мощах Игнатия Лапкина. О мощах Игнатия Лапкина, непонятно. На сегодня никто лучше... О мощах, что Игнатия Лапкина говорит, материалов. А, понятно. На сегодня никто лучше его такой труд не сделал. Кстати, и трудно в мощах Лапкина не против учения церкви, но отрезвляющий. Особенно для тех, кто Бога ищет в иконах и косточках. И таких немало. Вот так, в косточках ищет. Это люди, которые совсем даже не друзья и проще. Да благословит их Господь. Дальше. Наталья Чернова, Игнатий Тихонович. Смотрел ваш ролик, где вы говорили про сектантские книжки. Собрание, знания, как и н кого и когда обмывают. 5-й ночь, 4-й 2015 года. Что надо смотреть? Бывает хорошее. У меня есть Бхагавигита. Для русских людей такую брать книжку, И две книги Шрилы Прабхупады. Вот это я считался. Дело в том, что всю эту мерзость мне пришлось лопатить, агни-йоги полностью конспектировать, а потом делать объявления в городе и собирать сюда последователей там Иванова, последователь этот писал там Роза, Мира, Андреева. Их набралось большой зал в техническом университете. Они пришли там со своими, говорят, со записями. Я выступил, и каждое слово из агни-йоги на грифельную доску и стал объяснять. Ни один, а там разные доценты все были, увлекшиеся этой заразой, ни один не встал, ничего не сказали, поблагодарили, и все. А это почти два часа. У меня двухчасовое, без перерыва было. Почему? Потому что я не стал говорить, агни-йоги плохая, там от сатаны, а я стал, страница такая-то, издание такое-то, и начинаю отвечать, во свете Библии. И все село. Вот что нужно делать. Да, мне пришлось вот этим все прахупады, все эти, говорить-то, считать. Я виновен, но мне это необходимо. Не то, что я люблю, я все это сделал и сжег. Но все это сделано, подчеркнуто было, дальше конспект составить, тут мусорный ящик. Должен быть. И я его должен понимать, чтобы никуда он не попал. Вытянуть его. Дальше. Дальше. Совершенные вопросы, совершенные ответы и наука самоосознания. Читали ли вы их? Мне их подарили. Думаю, надо ли их вернуть? Или сжечь? Или можно читать? Там вроде ничего плохого нет. Читала. Один раз я через ролик Александра Хакимова, и эти книги, пришла к осознанию Бога, с маленькой буквы. Но никак не могла принять их статуэток божеств. И приняла православное и крещение. Душа моя чувствует, что Бог есть, и Он Христос, а не Кришна. Я отвечаю. Сжечь это сатанизм. Она просит, что делать? Я говорю, восхитательный знак. Сжечь. А почему? Ну, 16 главу Деяния апостолов. Считайте, сколько книг они сожгли? Какая цена была их? Наталья Чернова. Спасибо. А то все переживала, что назад, может, надо отослать. Это мне с Казахстана знакомая прислала. Все кончилось. Наталья Чернова. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Подскажите, надо ли сдать ИНН и страховое свидетельство? А все это я взяла еще лет 15-20. Как ни Бога не знала... А как? Когда? Когда ни Бога не знала ни церкви. По смыслу даже видно. Или оставить все как есть. Я отвечаю. Оставить. Оставить. Я знаю, на меня нападут. Как так? И на ННС. Да и какой роль оно не играет для нее? Дальше. Валентина Ерефеева. Да как дьявол морочит голову? И запятой не это может. Библия дана как единственный документ. Бог говорит да-да и нет-нет. А остальное от лукавого. Если бы Библия была православная, то все жития святых были бы как книги Библии. О, понятно, как здорово сказать. Вот это здорово сказано. И вот выступают там священники этого Скуратовского с Америки, с Володеньки. И можно найти. Зарядите вот, считай. Гуруизм и младостарчество в секте Игнатия Лапкина. Значит, и сектой назвали. Я знаю, там Дудин сидит, Сергий его поставили. Как бы в Томске. В Томской епархии. Чуть ли не председателем или главой миссионерского отдела. У меня девять бесед с ним. Бе-9. Согласия его. А теперь ставят его. И теперь он отгребается от себя, отскребает. Да может, никто и не знал бы про это. Давай гоняйся, взламывать. Взламывать. У кого они были за границей, везде убрать это все. Ну, какая же это, какая вера. А я за него молюсь, у него плохо с жильем. По сегодняшний день молюсь. И вот они там сидят и толкуют там. И сатаной еще только не говорят. Насмехаются, сидят. И вот я не видел даже. Они говорят и говорят. Мне говорят, есть такой ролик-то. Но я вчера посмотрел. Ого! Как они меня помнят и любят. А отзывы какие интересные. Так. И гуруизм. Что-то. Гура это учитель. Гура это учитель. Это неплохо. Младостарчество. У меня нет младостарчества. Мне 77 лет. Я 54 года и иду этим путем. То есть они не знают, куда слово даже встать. Это молоденькие семинаристы начинают там что-то отвечать. Младостарчество. Я беседовал не с младостарчеством. А когда благословляет Кирилла. Знаете Павлова? Который Сергея Лавры. Общесоюзный старец. И когда беседовали. И он узнал, сколько людей у нас пришло из баптистов. Он говорит, если из сектанта. 12 человек, мы через кого пришло. Это апостол нашей гней будет. Я говорю, я эти 12 даже за цифру не считаю. Вот с какими людьми приходилось беседовать. И как они отнеслись к этому? Младостарчество. А что ж мы попрятались? И у Стин Александров. 35 минута 30 секунда. Да, действительно, все намного хуже, чем говорит Игнатий Лапкин. То есть у них все там хуже дальше. Благодаря Игнатию Лапкину мы узнали о вашей боли, как не только вашей. Ведь иначе не услышать. Человек, которого вы демонизируете, призывает вас быть честными пастырями своих овец. Уважать каноны к церковью и писанной. Быть свободными во Христе, а не женатыми на епископе. Это женатый на епископе что означает? Какой смысл? Что-то это значит. Ну а ты-то читаешь. А что это значит, режиссер? Ну это, наверное, Содомский грех, что ли? А ты, епископ, на нем бы был женатый. Неужели он с епископом будет? Это епископы мальчиков держат, но не мальчики епископов-то. Женатый на епископе. То есть ты не для Христа, а для епископа живешь. Что скажет, то и делаешь. Так женатый это муж, значит он должен руководить епископом. Что-то перепутано. Он выражается так, женатыми. Тут смысл один. То есть вы не Бога слушаете, а что скажет епископ? Где нет свободы, там нет истины. Второе к Коринфянам 3.17. А то чувства и злоречия, о которых вы пишете, тоже полагало и Иродиада, а Иоанне Крестителе. Вот это да. И дальше. Парализован во славу Христа. Сергей. И Евгению Александрову. Лицемеры на сцене одно говорят, а за кулисами глумятся друг на другом. Вот пожалуйста. Сколько Бог дал защитников? Ольга Васильева. Таких Лапкиных, свидетелей и Еговы нам и надо. То есть мы говорим, мы свидетели Еговы, Божьи. Мы баптисты, то есть у нас крестят. Мы пенсятники, то есть стараемся жить в Духе Святом. Так как вы занимаете место, Андрей Рогачевский, Лапкин не закрыт для дебатов. Почему вы не можете выйти с ним в прямой эфир? Обсудите все это во свете Библии. Почему боитесь? Ребята, сколько вам заплатили? Вот они и попались в свои же клещи. Василий Иванишин. Ребята, идите-ка лучше пошите землю. Ровер бит. После слов «это сатанизм» хочется спросить. А у вас какие плоды, уважаемые? Вы критикуйте обличительный стиль Игнатия Тихоновича и ставите его в упрек. Внимание! Вы это делаете таким же стилем. Как минимум таким же, но при этом не подтверждайте свои слова. Не ссылайтесь ни на Библию, ни на святых отцов. А у меня нет, чтобы без доказательства было. Я обязательно покажу, какой, кто сказал. Тамара, ох, ох, ох. Дальше. Как вам не стыдно? Лапкин говорит только по Библии. Насчет попов в чем-то прав. Вы бы его сейчас в психушку засунули. Как раз вы, как коммуняки, рассуждаете. Постыдитесь, вы же православная церковь. Получайте. Александр Шереметьев. Вызовите Игнатия Лапкина, и пусть он говорит за себя. Даже в суде, когда его судили красные, ему слово давали. А так это трусость. Понятно. Вот отбревает как. Русская православная община. Легче сидеть с наушниками в студии, чем ежедневно созидать православную общину, в которой торжествует настоящее православное братство и победа над грехом. Я не могу сказать. Это и не я говорю. Тамара Охлахозе. Да, вы до сегодняшнего дня не признаете старославянские церкви. Как вы можете осуждать Лапкина? Не хочу слушать осудителей. Не знаю, что это. Елена Орлова. Слабые ребята у вас аргументы. Лапкину верю. А вам нет. Не убедили. Андрей Рогачевский. Сергей Дудин. Я не просил давать характеристику Лапкину, а прошу вас связаться с ним по скайпу и высказать то, в чем он не прав. И позволить нам, слушателям, самим решить, прослушав этот ролик, где истина. Лапкин никому еще не отказал общение по скайпу. Да и вы сами имели беседу с ним. А сами? Вот он посылает. Да никогда они теперь не выйдут. Я говорю, а могли бы вызвать? А мне говорят, что они самоубийцы, что ли, в патриархии? Людмила Сидорова. Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога. И погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой настанет царство лжи и зла преподобный Серафим Вырицкий. Вот. Теперь посмотрим, какие у нас ресурсы есть. Это мой мир. Я люблю его. Очень хорошая система. Выше всяких одноклассников ставлю там других. Вот что здесь есть. Надо это убрать. Дальше. Что у нас есть еще? Вот. Это православный форум. Интересно, последние два дня какая-то прибыль. У меня обычно 300 с чем-то было. Статистика. Два дня уже это идет. 500. 534. Вот 373-534 посетителя. С чем связано, не знаю. Но что-то где-то кто-то против меня выступил. Я уже заранее знаю. Где-то какой-то Дворкин выпался или кто-то там из подворотни. Но обязательно. Так просто не бывает. Еще ради двух 200 лишних человек. Они не просто были здесь, посещали. Дальше. Что у нас есть еще? Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот он у нас какой. Ну и дальше. Самый большой ресурс у нас это православный библейский сайт во свете Библии. Вот мы закончили о церкви. Сейчас возьмем по порядку. 54 папка. Царь. Какие книга, что было говорено. Вот первая. Вот сейчас мы будем, как правило, выделяю ее. Копирую. Заходить надо. Вот тут нельзя. Она широко. Не помещается. Вот этот Бордовскую страничку открыть. Опять 20 размер. Буковки взять. Ну и теперь будем считать. Не забывайте теперь, царь. Что, о чем говорится? Заголовок потом. Все. А, царь. Православный... То есть, потом, когда заглавливать будешь... А что, там царь написано просто? Да, царь. Вопрос 1475. Пятый том открытым оком. Да в революции 1917 года проповедники не подвергались гонениям. В каком году вас перестали гнать? А, там, в университетах, там, в институтах, техниках, где мне задавали вопросы. Ответ. Проповедь от проповеди разница. Когда просто говорить об общих нравственных упущениях, недостатках, о том, что нужно жить нравственно, помогать, творить милостыню, то какая проповедь угодно и нашим, и вашим, за нее никто не гнал никогда. И коммунисты никто не будет гнать. Андрей Кураев, говорится, если бы гнать и не трогал церковников, к нему совершенно другое отношение было бы. Но когда пророки говорили об отступлении от истины самих пророков, священников, правителей, вот тут-то их и настигала карающая рука иродового закона. Второе пролипоменон 2516. Когда он говорил, ему царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал, и пророк сказал, знаю, что решил Бог погубить тебя. Тебя погубить, не меня. Потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Вот и все. Исайя 30.10. Которые провидящим говорят, перестаньте провидеть. И пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, передсказывайте приятное. То есть у них программа есть такая. Можно говорить и правильно, но от этих слов никому ни голодно, ни жарко. Иоанна Златоуста постоянно упрекали богачи, которых он доставал, своими обличительными проповедями. Да коль он будет обижать их, называя и зверями, и жестокосердными. Он же отвечал, да коль вы не перестанете обижать бедных до тех пор, и я не перестану говорить вам спасительное для вас, упрекать вас за жадность. Один человек там с другой республики ко мне приехал, ну, близко знакомые мы. Ему надо лечиться от алкоголизма. И он ходит на уколы, чтобы его там не знали. А в это время я насчитываю Златоуста на пленке. А он у меня лежит на палатах высоко, ну, ему там навтыкают где-то, лежат, а на животе лежит о пьянстве. И вот так разобрало, да что это такое, каждый день о пьянке и о пьянке. И вот-вот и все, все время. А Златоусту говорили, ты не проповедник никакой. Ты просто грызешь нас. Это они ему говорят Златоусту. А он до тех пор будет говорить, пока не перестанете обижать бедных. До тех пор я буду заступать все. И дальше. Так, Эзекииль 45.9. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы. Отложите обиды и угнетения и потворите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его. Говорит Господь Бог. Истинных проповедников гнали всегда. И будут гнать всегда. Защит гнали. Значит гнали таких и до революции. Вспомните авеля российского. Протопопа Авакума Штунду. Власть была озабочена тем, чтобы никто не облегчал ее. И это ее погубило всю. Полностью. Облегчение этой власти пришло вдруг. По всем направлениям. Без права оправдания. И получился гулаг. И ад российский, послереволюционный. Иоанн Златоуст советовал. Если хочешь стать мучеником, иди и обличи тирана. Ну хочешь стать мучеником, то не просто молиться. Моли о нас Бога. А сам. Иди обличи тирана. Иди в Кремль обличи. Найди там кого обличать. А некого. Все в коррупции погибло. Всю страну разворовали. Что до меня, то гонение было и есть. И будет. Только в разных формах. Там-то спрашивают вопрос. А вас когда перестали гнать? Думаю, что мое еще не кончилось. И если осилие еще несколько лет, то и они будут наполнены гонением. Через печать, телевидение, через нападки от МП и от своих, самых близких мне. Переморщимся. То есть это и было. У меня были после этого суды. Все суды я выиграл до одного. И опровержение было, и заплатили, и все. Там такие были еврейские организации, и ВНСР, и сектанты, и профессорский состав, и, кажется, ГТРК. Что-то там даже с администрацией кто-то даже был против. Дальше. Все это во благо, и нужно воспринимать это внутри себя по облегченному режиму. Мне еще не трудно. А вот тем-то они много больше моего несут. Нелегко. Я перенесу с Богом моим. А вот посмотри, как голову там режут. Что там делается в других местах. Да и я просто считаю, что это переносимо. Так что при увлечении, говорит, 10.13, 1 Коринфянам, говорит, да сооблегчение. При увлечении страданий. 2 Тимофея 3.12 Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Иоанна 15.20 Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гонали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Так. О чем говорится? О гонениях. Так царь. Царь в связи подписывает царь. О гонениях. Вообще и на вас. О гонениях. Вообще и о вас. И на вас. И на вас. Было после этого нападки разные. Это я говорил, когда еще ничего этого не было. Так и все и случилось. Так это и есть. Дальше. Видите как? Это из моих книг взято. Какой то мы все зачитываем. Опять. Копирую. По-другому никак нельзя. Раскрываем страницу ворда. Вставляем. Активируем. Увеличиваем. Видите сколько процессов. И однако все это недолго. Пошли. Вопрос 1857. 7 том открытым оком. Император Александр Третий высказал мысль, что у России нет друзей, кроме своих вооруженных сил. А у православных есть ли друзья в других исповеданиях? Какие вопросы? Он говорит, наши друзья только армия и флот. Ответ. Не ручаясь за точность мысли царя. Может это ему только приписывают. Но вот относительно православных можно сказать, что недругов мы проплодили сами себе своим бездействием. Что не шли в мир с проповедью, а провозгласили ударение от мира, бисердевство и равной ангелизное молчальничество превыше Слово Божие. Нужно уметь пользоваться всем, что накоплено другими, что полезно для нас. 1 Коринфянам 6, 12, 23. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Все мне позволительно, но не все назидает. Вот так. И дальше я беру из жития, в кавычки, прямо оттуда скопировано. Антоний Великий, 17 января. В Александрии было бычее входить в свои капища с палевыми ветвями в руках. И Ариане, желая привлечь их на помощь себе против православных, и с подражанием, стали также ходить с ветвями в свои храмы, согласившись совместно действовать против православной христианской веры. Они и стали подражать друг другу в обычаях. Ариане язычникам, а язычники Арианам. Аполлинарии 23 июля. Кавычки открыты. И уверовали во Христа, в трибун с женой своей, и с детьми, и со всеми домашними, и многие из бывших там язычников. Веровали и крестились. С этого времени святой Аполлинарий стал иметь пребывание в городе, в доме трибуна. И повседневно приходило к нему множество людей. И он тайно учил их веровать во Христа и крестил. Уверовавшие же отдавали своих детей святому для книжного учения. И святитель Божий устроил в доме трибуна из одной комнаты церковь и совершал в ней литургию и причащал верующих божественных тайн, тела и крови Христовых. Оставаясь там двенадцать лет, рукоположил двух пресвитеров – Адерета и Калакира. Амаркиана, человека благороднейшего происхождения, и философа Левкадия поставил диаконами и шесть человек клириками и совершал с ними дневные и ночные моления, словословия Бога. Когда же число христиан умножилось, и слух об имени и силе Иисуса Христа и его проповеднике прошел в народе, то не мог остаться в неизвестности человек Божий, и было о нем сообщено правителю города Сатурнину. Слава вам, братья славян просветители, церкви славянской святые отцы, слава вам правды Христовой учителей, слава вам грамоты нашей Творцы. Будьте славянскому звеном единения, братья святые, Мефодий, Кирилл, да осенит его дух примирения, ваши молитвы пред Господом сил. О чем? Розенгеем. Есть ли друзья православные? О, царь и есть ли друзья православные церкви. Так, царь и дальше друзья православные, православие. Все. Ну, заходим. Опять новый вопрос. О, теперь мы высвечиваем, копируем, добиваемся страницы Word, вставляем, активируем и на цифру 20 увеличиваем шрифт и считаем. Вопрос 2132. Восьмой том открытый блок. Ты заметил, третий вопрос, и только по одному вопросу в книге было про царя. У меня записки стоят, я не выдумываю, я не сам пишу вопросы-то. Читая житийное и историческое описание личности царей, видится резкое отличие оценки житописателям лиц лояльных к православию. В любом случае положительные и неправославные, непутевые и не по промыслу божьи. В чем причина такой неодинаковой оценки? Хотя бы царь даже православных где-то зажимал, но все равно о нем хорошо говорится в самом конце его биографии. Хотя вопроса. А вот если царь не поддержал догмата православных, то его со всех сторон обложат такими словами, что даже имя его обыграют. Так хотят его зверонаравным показать. Почему не одна мерка для всех? Ну, то есть двойной стандарт. Ответ. Только потому, что тот, кто писал эти жития, был сугубо православный и трюгубо мунах. А заказ уже не есть дело совести. Нужно оправдать своих. И тут уже для врага остается один деготь. Смола и сажа. Да будут уксусом поливать и черепками разбитой совести растирать целые века. Это вовсе уж не по совести, а значит и грех. И такими грешными житиями, биографиями, характеристиками наш народ питался целое тысячелетие. Богу это очень не угодно. А значит наше православие и здесь подмощено и гнилью тянет. Михея 6.11 Могу ли я быть чистым, с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? В суме. Ну, что в суме? В сумке. В суме. А я думал, в суме. Ну, можно и в суме. Сум. Сентральный овермак. Притча 16.11 Верные весы и весовые чаши от Господа. От него же все гири в суме. В суме. Опять в суме. В суме. В суме. Так в суме или в сумке или в суме? В суме. В суме. В сумке. А, ну в сумке. Амоз 5.12 Ибо я знаю, как многочисленные преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки, возвращаете в суде дела бедных. То есть, вот смотри, сколько мест писания. Сразу из Библии говорят, что Михей говорит, притча и Амоз. Ну, понятно, что это не на поверхности лежит. И дальше. Вот в епархиальной газете Алтайская миссия пишут, что когда ставили крест на колоколе Никольского храма, то среди зимы была видна всем радуга прямо над храмом. И это и есть знамение благоволения Божия. Но прошло какое-то время, и этот крест отломило ветром, и крест с центрального купола как-то странно задержался. И так в отломанном виде висел долгое время. Просто висел вниз головой крест. Это тоже знамение, но про него епархиальная газета уже ни звука не издала. Отчего же? Отчего же? Если там писали, что радуга была, то это тоже надо толковать как-то? Может, тоже нужно было сказать, что о кресте понятия местные прихожане не имеют и сбросили добровольно, недобровольно нацепленные кресты? Или бывший местный епископ Антоний не угодил местному главному идеологу КПСС Петренко? Владимиру Сергеевичу. Этот босс партийный выступил в печати с нападками на архиерея. Но тут паралич разбил и отнял правую руку этого коммуниста. И везде пошли разговоры, что это Бог покарал безбожника. Но вот проходит время, безбожный человек, хотя и волоком, но тянет ногу по асфальту. А владыка патриархины внезапно в возрасте 41 года умирает. Ногами вперед выносит торжественно. А тот маленько начал ходить. И нигде никаких толкований. А может это тоже что-то значит? Может в этой борьбе с вчерашними сотропезниками и единомышленниками за епископом тоже немало лжи тянулось? Он ко мне в гости, я его пригласил. А поднимается старый дом, высоко так, и на разворот на площадке. Вот такой пузырь у него. Я говорю, зачем ты такое наростил, сало-то по животу? Переходи ко мне сюда. Живи у меня, я себе человека сделаю. Он такой любил даже, ну как-то юморно себе сказать. Ну вот я такой, вот так, я говорю, да зачем может это есть-то? Ну и что, внезапно в 41 год умер. Все, говорят, отравили. Афанасий Александрийский. Да, Александрийский. 18 января, кавышки открыты. Слушайте речи, царь первоначально молчал, смущаясь в душе своей. Потом, не имея возможности остановить оговорщиков, распорядился, чтобы праведник на время был отправлен в Галлию. Не потому, чтобы он верил к левете или был охвачен гневом, но ради умиротворения церкви, как свидетельствуют люди, достоверно узнавшие царское намерение. Царь видел, сколько епископов восстало на Афанасии, и сколь великое смятение возникло из-за этого в народе, Александрийском и Египетском. Ну кто это думал? Это сейчас можно говорить-то. А тогда был обыкновенный диакон, а потом архиепископ, а потом патриарх Афанасий. И как против него воевали? Он никому не подчинялся. Почему? А вы не правы, еще я буду подчиняться, правду Божию под ногами топтать. И вот, желая утишить такую бурю, прекратить молву и увращивать болезнования столь многих епископов, он приказал святому мужу на время удалиться из города. Феодосий Великий, 11 января, кавычки открыты. Святой, видя, что его призывают быть пастырем весьма многочисленного стада, и что нарушается его безмолвие, смущался различными помыслами. То не желая оставить безмолвие, как нелицемерную матерь, то попечение братьях считая за делом немаловажное, ибо не для себя одного только человек должен жить, но гораздо более для ближнего. Образом чего был сам Христос Господь, который собрал учеников, явился пастырем словесных овец и положил за них душу свою. Так и так можно объяснить. Патриарх Мефодий, 14 июня, кавычки открыты. Ну вот, по Божьему попущению, измальтяне одолели греков, уничтожив почти все войско царя, так что последний едва спасся бегством с малыми остатками от своих полков. Тогда нечестивый царь обнаружил свой гнев на святого Мефодия, который доселе таил в сердце. «Потому Бог и даровал врагам нашим победу», — говорил Феофил, что среди нас находятся идолопоклонники. На это святой Мефодий возразил. Господь по ругами христианами в своей святой иконе прогневался на них и пустил врагам одержать над нами победу. Исполнивши в ярости царь сослал святого Мефодия. Алипий столпник, 26 ноября. Почему ты прочитал «сломал»? Потому что за то, что он сказал, вполне могло быть этого. И ты приготовился именно к этому. Кавычка открыта. Алипий столпник, 26 ноября. Однако его не оставляло желание уединиться в каком-нибудь пустынном месте. Поэтому он много раз выходил из дому и обходил окрестные горы, поля и леса, ища место удобного для богомыслия. Поднявшись однажды на гору, расположенный к югу от города, он нашел на ней высокое живописное место, удаленное от городского шума и суеты. Оно понравилось ему. И принеся орудие для копания, он вырыл себе тут колодец. При этом он, не столько работая заступом, сколько устами, прилежно молясь Богу, извел из земли воду. Окончив этот труд, святой Олипий пошел к епископу, прося разрешить ему поселиться там, построить церковь. Епископ, хотя и не возбранял ему исполнить это желание, однако тайно послал слуг завалить источник большими камнями и засыпать его землей. Ему не хотелось, чтобы блаженный поселился в этом месте, так как гора была очень высока и почти неприступна для всякого, кто бы пожелал посетить святого, и при том находилась далеко от города. Епископ желал, чтобы Олипий поселился ближе к городу и в более удобном месте. Еще дело, он пришел, развалил, завалил, чтобы он к нему переселился. Найдя свой источник засыпанный, блаженный покинул эту гору и стал... Стал. И стал искать себе другое место в окрестностях города. Александр, 30 августа, кавычки открыт. Еретикарий, спустя несколько лет после Первого Вселенского собора, был призван в Константинополь. Здесь он обольстил по своему лукавству благочестивого царя Константина. Так? Так, так. Константин спросил его, так ли он верует, как заповедовали веровать святые отцы на соборе Никейском? Арий же, держав на груди у себя хартию с написанием своего зловерия, ударил себя рукой в грудь и сказал, «Я так верую». Я так верую, а там у него как раз ложное исповедание было, ударил по нему. Ну, было ли это такое? Это православный пишет. Таким образом, сей еретик, по-видимому, выражал согласие с верованием, утвержденным в Никее. Но в уме своем говорил, что веровал так, как написал своей рукою, каковая запись и находилась у него на груди. И клялся нечестивый перед царем, говоря, что веровал так. Не подозревая о таком лукавстве, царь поверил словам Арии и послал его к святейшему патриарху Александру, повелив ему принять в общение церковное Ария, как православного. При этом назначен был и воскресный день, в который Ария должно было везти в храм для общения с верными. Однако святой Александр отказывался принять в общение Ария, как основателя ереси. Мало того, говорят Ария, вот по этой дороге должен привезти его. И вот представьте, сидит епископ и молится, Господи, только бы мне его не видеть, только бы не видеть, умереть лучше, чем видеть этого ересика. И умер. И умер. Вот как бывает. Дальше. Архивные данные, столько труда. Слечения имен по крупицам собрали. Монахов, попов, чернота, череда. Все данные вроде и сферы сакральной. Журнал за журналом, статью за статьей. Читаю, слезой застилает. Не видно Христа, груды жертв, воронье. И пишут, и топят вилами. Ни строчки, ни звука о Библии нет. Кромешная тьма над Россией. Мы лучшие, больше нас. Каждый аскет пропахли неладаном, псиной. Псиной. Монахи должны этим пахнуть, а пахнуть псиной. Клянут несогласных, когда-то опасных. Ни проблеска словописания. Спорят о букве, придуманных в глазах, столетиями, а не часами. Века этой тьмы, непрорубной, дикой. И ныне нисколько не лучше. Давятся дедовой затхлой обидой. Но только при злее гуще. Кто прав? Староверы в обрядах засели. Двуперстно невежество к небу подъемлют. А эти три перстно убили и съели. С Никоном Сталин, поганый подельник. А боги поют. А им бог ни к чему. Ссылается не на слова Еговы. Куда ни взгляну, плакать горько начну. Утеряна истина. Божие слова. Пока безуспешно. Не восстановить. Авторитет абсолютной писания. Оно лишь способно на всех обновить. Небесными взвесить весами. Найдите в архивах послания небес. Ветхие и новые заветы. Без Библии мутит лукавейший бес. На все в этой книге ответы. 23 сентября. Так, о чем речь идет здесь? Ну там от резятости что-то сказано. Вот. Ну да. Царь и отзывы. Царь, отзывы о недругах. Еще сейчас снова вопрос. Последний вот этот вот съезд. Как раз у нас и будет. Опять выходим. Там, чтобы и читать можно было. Потому что кое-что произносится неправильно. А люди, которые будут читать, смотреть на экране на нашем-то, они будут все знать. Видите, как увеличили. Оно уменьшилось по размеру. Как раз то, что надо. Уже восьмой том. Прос 2134. Восьмой том открытым оком. Сегодня в борьбе с еретиками православные ищут помощь у мирских властей. Потому что нет духовной работы с сектантами. А как было в древности? Ответ. У православных так всегда было. Без помощи от мирских властей полная немощь. Второе. Коринфянам 6.15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Иоанн Златоуст. 13 ноября. Камычки открыты. Во время патриаршества святого Иоанна Златоустова в Константинополе составалось еще много последователей орианской ереси, которые невозбранно исповедовали свою веру и совершали свои богослужения. Блаженный помышлял о том, каким бы способом очистить город от сей ереси. И улучивший удобный случай сказал царю. Кавычки открыты. Царь благочестивый. Если бы кто вложил в твою корону на леду с находящимися в ней драгоценными камнями, простой камень, темный и нечистый, то не обечествовал ли бы он сей короны? Царь ответил. Да, так. Иоанн продолжал. Так обечественный сей город, который, будучи православным, имеет еще в числе своих жителей неверных ориан. И подобно тому, как прогневался бы ты, царь, за бесчестье твоей короны, так всемогущий Бог гневается за сей город, оскверненный орианской ересью. Итак, тебе следует или привести еретиков к единству веры, или же изгнать их из города. Выслушав слова Иоанна, царь приказал немедленно привести к себе всех вождей орианских и повелел им в присутствии патриарха высказать свое исповедание веры. Они же стали говорить слова, исполненные нечестией, хулы на Духа нашего Иисуса Христа. Тогда царь приказал изгнать их из города. По прошествии некоторого времени ориане, имея помощников и ходатай, из числа служащих в царском дворце, людей сыновитых, снова стали в воскресные дни входить в город, подходя к своему соборному дому с теоретическими песнопениями, которыми они вкулили при святую троицу. 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 Узнава всем, святейший патриарх Иоанн, боясь, чтобы кто-нибудь из простого народа не устал участвовать в тех общественных арианских молениях, повелел своему клиру ходить по городу в священных облачениях с песнопениями во славу Пресвятой Троицы, составленными против арианских хульных песней. Для этих хода ходов были устроены серебряные кресты на древках, которые торжественно носились по городу вместе со святыми иконами, в преднесении зажженных свечей. Так возникли первые крестные ходы. Торжественные крестные ходы православных отвлекали народ от арианских общественных молений, устраиваемых ими на площадях. Разгневанные этим, ариане во время одного из таких ходов напали на православных и устроили побоище. В это побоище несколько человек, стоя с другой стороны, пало мертвыми. А царскому евнуху Врисону, находившемуся среди православных, пробили камнем голову. Узнав об этом, царь весьма разгневался на ариан и запретил им совершать свои общественные моления и входить в город. Таким образом, юридическое злокуление окончательно было изгнано из царствующего града. Ариан Златоуст. Недоказательство еще от царя, 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 и царь, чтобы душил и гнал их. Ферапунт, 27 мая, кавычки открыты. По старому стилю и жития святых Демития Ростовского. Услышав о святых подвижниках, князь перешел в великую радость от того, что в его владениях явились такие преподобные. Прославил Бога и дал из своей казны богатые дары на построение монастырей. Князь весьма чтил этот монастырь, более чем другие находившиеся вблизи монастыри. Настоятель его он выхлопотал сан Архимандрита, преподобного Ферапунта поставил первым настоятелем и заботливо отпокоил его старость. Никифор, патриарх 2 июня, кавычки открыты, собрав к себе в Царьград всех епископов и пресвитеров заразные вины, по правилам отлученных от служения у божественного алтаря. Он дал им места в царских палатах и питал их, как откармливаемых зверей. Он снизкивал через это расположение тех, имя которых чрево. То есть надо знать, в каком житие, и жития только маленький абзацик взять здесь, о чем и говорится. По теме. Дальше. Черным цветом небо затянуло, смертельно почерневшая земля. От взрывов сотрясается, согнулась, от горести правителей скулят. Монашество, как мнится в послушании, скорбит под чернотой своих ламиды, в епископы успеть не оплошаль бы, вне избранных на сотни лет обида. Чернее тьмы печаль одежду носит, тьмы мусульманских вдов, надевших пояс, взрывчатый начиненный провод в косы. Неслабый пол, захвачек землю, скройся. Нас убеждает черный цвет тревоги, расстраивает психику и нервы. Кто с черным языком опасно трогать? Гиен чернильных журналистов перья. Нас судит почернелая трава, готова вспыхнуть нефть во всех резервуарах. Речь осуждения, облыжная молва. Из запасников обид. Из запасников. Из запасников. Из запасников обид. Обид на старых. Переменить на белое сияние? Помыслить невозможно о таком. Дух воскресения имеет ли влияние? На пятницу, на мусульманский дом. К неведомой горе преображений Христос ведет своих учеников. Укусивших свет на новое служение. Без взрывов гнева, без обидных слов. Хама хамелый, черный континент. Блуждание африканское без Бога. Уверовав, в крещение облечешься в свет. В готовность благовествовать обувши ноги. Все сотни черных сотен мусульманских вдов в невест Христовых смогут превратиться. Кораном коронованных осветит свет Христов. И черный ворон станет светлее голубицы. Ну и как? Хорошо. Поэзия. Кораном коронованная. Ну вот так. О чем речь идет? Борьба с ритиками. Ага. Ну давай. Царь. Та-та-та-та. Ну да. Все. Заканчиваем. Я знаю. Я пишу себе. Мне видно. Я все время смиряюсь. Видишь, я поглядываю. Время. Ну все. Пока. Благодарю. Так. Готовьтесь. Пообедайте, позавтракайте.